Всем привет! Обожаю наблюдать за тем, как продолжают прозревать российские шовинисты и имперцы после провала российского Блицкрига в Украине. Взять, к примеру, известного российского режиссера Карена Шахназарова, который, впрочем, давно уже перестал быть режиссером и превратился в очередного бесноватого эксперта из программ Соловьева. Еще год назад, летом 2021 года, Шахназаров в эфире у Соловьева утверждал, что никакой Украины вовсе не существует. Украина это на самом деле Россия, а украинский язык это и не язык вовсе, а так, наречие. Я бы вот в этом названии поставил, Украина не Россия, знак вопроса. Где хоть одно доказательство, что вы не Россия? Есть хоть одно реальное доказательство на самом деле? Ну в чем оно? Где оно? В чем оно? Есть в культуре, в политике. Нет, подождите, есть исторические. Есть хоть одно доказательство, что у вас, вы там на речи разговариваете? Я допускаю Галиция. Да, я согласен. Это однозначно не Россия. Это, да, однозначно. Это другой мир. Это уже другой мир, безусловно. Но вся остальная Украина. Где доказательство, что это не Россия? Ну вот прошел год. Путин решил за три дня взять Киев. Естественно, этот план провалился. Никто не вышел встречать армию РФ с цветами. Напротив, украинцы оказали ожесточенный отпор. И Шахназаров как-то резко изменил свое мнение. Если год назад он утверждал, что Украины не существует, отказывал украинцам в праве на существование, то сейчас его отношение резко поменялось. Шахназаров прозрел. Теперь он уже говорит, что Украина на самом деле существует. Украинцы существуют. Это реальность, с которой необходимо смириться. И сделать с этим ничего уже невозможно. Нельзя, так сказать, только военным путем, если мы будем пытаться решить украинский вопрос, мы его не решим. Это очень затруднительно. Надо признать, что украинский народ это реальность. Реальность. И не говорить, что он там австро-венграми придумал, так сказать. Ну, почитайте классику. У Чехова, у Гоголя, там, почитайте. Ну, они... Да, это близкий нам народ, но народ, который сложился в какую-то свою идентичность, так сказать. Нравится нам, не нравится. Жаль, что Шахназаров не читал всех этих классиков в прошлом году, когда он утверждал, что украинцев не существует. Теперь он прозрел. До него дошло, что украинцы все-таки существуют. Правда, для того, чтобы прийти к такому гениальному и сложнейшему умозаключению, Шахназарову понадобилась гибель десятков тысяч людей и разрушение целых городов. Хотя, достаточно было просто послушать нормальных вменяемых людей, а не экспертов студии Соловьева. Но, как вы знаете, российские имперцы не ищут легких путей. Чтобы прийти к какому-то выводу, им обязательно нужно кровопролитие, какие-то страшные разрушения. И тогда только они начинают понимать те вещи, которые нормальные цивилизованные люди понимают и так. Но, в любом случае, мы видим, что они начинают постепенно прозревать. До них постепенно все-таки доходит, хоть и такой страшной ценой. И теперь они соглашаются и говорят, да, украинцы существуют, с этим ничего не поделаешь. Поэтому нужны какие-то невоенные методы. Военные методы не помогут. Да только уже поздно. Думать нужно было раньше. Теперь, конечно же, уже ни Украину, ни украинцев им никогда не вернуть. Украинцы никогда не забудут и не простят то, что произошло. И, конечно же, вина в этом, в том, что случилось как раз вот таких вот Шахназаровых, которые просто не могли раньше почитать классиков и прийти к тому выводу, к которому они пришли сейчас. Ведь это же они призывали ко всему тому ужасу, который теперь творится. А теперь говорят вроде, ну, ок, ладно, мы ошибались. Это все были не мы. Там, в общем, надо как-то по-другому решать этот вопрос. Друзья, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. И поделитесь этим видео. Это поможет распространить эту важную информацию.